Игнать Тихонович, молитесь. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно, если окова истину, блажите Тебогородицу, преснабоженную и пренепорощенную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургим и славнейшую воистину, и Серафим, без истления Бога, Слово рожешую и сущую, Богородицу Тебе обещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причисти Твоя, Матери, и силы честного, желтворящего креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благослови и си человека любец, аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя, Господи, помилуй, бесчиславясь и грешим, Господи, прости меня грешного и помилуй нас. Болитва и святых отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти мне грешного, яко не кориже благое сотворить пред Тобою, но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, посволю имя Твое, Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и признай, вовеки веков, аминь. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и признай, вовеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и сели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и признай, вовеки веков, аминь. Отче наш, Иже, если на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донесь. И остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должнюком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильный. Свят, 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 Иси Божий, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигмись, Господи, умой просвети и сердце. Уснем и отверзвай, ежепетесь, Дядь, Святая Троица. Свят, 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 Иси Божия, Богородице, помилуй нас. И ныне и пресно, и вовеки веков, ами, Внезапно судья приедет, и ко Его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, Свят, 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 Иси Божия, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна вас там благодарю Тебя, Всесвятая Троица, А ко мне, говоря, Твоя благость и добротерпение не прогревался на меня, ленивый и грешный, Не поубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбство в Иси обычно, и в ничиане лежащего воздвигом Иси, Воежеутриете, словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверзли мои уста, поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, И творите волю Твою, и пейте Тя в исповедании сердечным, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. Псалом 46. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, Избрал нам наследие наше, красу Якова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь призвути трудным. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте. Ибо Бог – Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Нельзя народов собрались к народу Бога Абрамов, Ибо щиты земли Божией, Он превознесен над ними. Псалом 47. Велик Господь и Всехвален в ограде Бога нашего, На святой горе Его, Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, На северной стороне ее город великого царя, Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошли цари и прошли все мимо, Увидели, изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и муха, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, В ограде Бога нашего. Бог утвердил его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли. Здесь снится Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, Да радуется черри иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, Пересчитайте башни его, Обратите сердце ваше к укреплениям его, Рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Салом 48. Слушайте сие все народы, Внимайте всему все живущие во Вселенной, И простые и знатные, Богатые равно как бедные, Уста мои изрекут премудрость и размышления, Сердце моего знания. Преклоню ухо мое к притче, На гуслях открою загадку мою, Для чего бояться мне в одни бедствия, Когда беззаконие путей моих окружит меня, Надеющиеся на силы свои, Хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего И не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, И не будет того вовек, Чтобы остался кто жить навсегда И не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, Равно как и невежды, И бессмысленно погибают, И оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дамы их вечны, И что жилища их в роды род, И земли с войны называют своими именами. Но человек чести не прибудет, Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, Хотя последующие за ними Одобряют мнение их. Как овец заключат их преисподнюю, Смерть будет пасти их, И наутро праведники будут Владышествовать над ними. Сила их истощится, Могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою От власти преисподней, Когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, Когда слава дома его умножается, Ибо, умирая, не возьмет ничего, Не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою И прослабляет тебя, Что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, Которые никогда не увидят света, Человек, который в честь и неразумен, Подобен животным, Которые погибают. Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисус Христос, По великой любви Ты сошел и воплотился, Чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, Спаси меня по благодати. Если бы Ты из-за дела спас меня, Это не было бы благодатью и даром, Но скорее долгом. Истинно так. Богатый состраданием и неизреченный в милости, Ибо Ты сказал, о Христос мой, Верующий в меня будет жить И не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, То вот я верую, спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, Оправдывающих меня. Но вместо всех дел да будет довольно веры моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня Участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, И да не похвалится тем, Что отторг меня от Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, Поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, очрева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, Как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе без лености, Как я прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу Богу моему, Иисусу Христу, Во все дни жизни моей, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Святой ангел, Поставлены блестимой бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону Починить меня себе Посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, Опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, Хранитель и покровитель Бедной моей души и тела, Прости мне все, Чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, Защити меня в настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского, Чтобы мне не прогневать Бога Никаким грехом, И молись за меня, ко Господу, Чтобы Он утвердил меня В страхе Своем И садил меня рабом, Достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычница моя, Богородица, Святыми Твоими всесильными мольбами, Отгони от меня Ничтожного, несчастного, Раба Твоего, Уныния, Забвения, Неразумия, Нерадения, И все скверные, Лукавые, Хульные помышления От несчастного моего сердца И от помрощенного ума моего. И погаси пламень страстей моих, Ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих Губительных воспоминаний и намерений, И освободи от всякого Злого воздействия. Ибо Ты благословен От всех родов, И Твое пресчастное имя Славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатия, и любовь, Ибо мы усердно к Вам прибегаем, Скорым помощникам, Молитвникам о душах наших. Богородица, Дева, Радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась и Христа Спаса, Избавителью душам нашей. Непобедимая божественная сила, Честнаго Животворящего Креста Господний, Не остави нас грешных, Уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, И благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твои, Сохраняя Крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, Помила Самого Духовного, Родителей Сродника, Благодетелей, Митрополитов Марка, Николая, Гафангела, Тихона, Антония, Исченная Рея, Иакима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадиму Засиму, Максима, Владимира, Андрея, И Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгений, Александр, Михаил, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Деодора, Митрополита Тихона, Илариона, И весь священнический наческий чин, И высший истинник, служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наим, дальше, священника, рожденного свыше, который благовестник, и место для занятия, смели власти воинств твоих, наведи страх, кто на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудрых издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся. Господи, преобразуй сердца духовные, коснись Владимира, Михаила, Зазепа, Рамзана, Владимира, Александра, Эдогена и Амана, и дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этим смутьянам, Алексею, и покажи ту бездну, куда они завлекают людей митингами, бунтом. Слава тебе, Христе Боже, наш. Слава тебе. Будь милостив к нам, Владыка. Благодарим тебя за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И для всего пощи нам добрых помощников, наставников, советников. Господи, да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. «Ибо ты сказал, что верующие в тебя, рожденные свыше, водимые Духом Святым, исполняющие твои святые заповеди, названные святыми и избранными, помоги нам оправдать эти дивные названия и соответствовать им. слава тебе, Христе Боже наш, слава тебе, Господи, защити селение наше от пожара, воров, нечистой силы и каждое жилище и благослови живущих, там Андрея, Игоря, Игоря Владимира, дай веру, благослови, Людмилу, болящую, Владимира. Любовь, Алексея, Иосифа, Владимира, Николая. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, будь милостивым, помилуй нас, спаси и сохрани. Поповаем на милость Твою, Владыка. Господи, найди все наше родство Евдокии, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марину, Татьяну, благослови путешествующих, Раису, Льва, Питера, Александра, Константина, Галину. Господи, ты сохранил сестру Елену, попавшую в аварию. И трамп от ее, Господи, сделай годным для труда. Аллилуйя. Я тяжкого недуга пьянца избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Господи, потерянного Александра найди. Покажи, где он и живой лист. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава тебе, Христе Боже, наш, дадимную милость Твою, для этого возможность прибегать к милосердию Твоему, и долготерпение. Слава тебе, Христе Боже наш, возри на угрозу врагов, на непрерывную ложь, на потоке лжи, изливаемой ими, да поглотит эта земля, дабы ушей и сердца верующих не достиглось их, это, изрыгаемое ими. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят, исполняют волю дьявола, быть может, похурили Духа Святого. Благосты и благодетели наших, воздай добро всей жизни и будущей. Елену, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардову. Мы просили Тебя помочь нам, Господи, в издании «Трехтомник» и «Трехтомник». И мы получаем каждый день благодарность и буквальность от всего мира. Это милость Твоя. Помоги нам сейчас издать «Четырехтомник», проповедь в стихах. И готовим к переизданию книгу «Писну православия». Будь милостью к нам, Господи, пошли средства необходимые. Мы ничего не имеем. Аллилуйя. Господи, посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания и пошли мы в селение. Илариона, Кирилла, Алексея, Сергея, Надежда, Людмилу, Любовь, Антония, Маргариту, Людмилу, Валентину, Нианилу, Александр, ты всех не знаешь. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По твоему благоволению все это может оказаться спасительным для нашей бессмертной души. Аллилуйя. И сохрани наши сокровища в интернете. Их администрацию благослови расположить нам. И трудящих на этом поприще благослови Игоря Юлия, Дмитрия, Виктор, Юлия, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила, обратить Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя. Господи, благодарим Тебя за эти жилища, где мы находимся, храмы, в которые входим, то есть строя вода и милости Твоей. Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину, и жилища их устрою во всем. И ближайших кто к ним найди, обрати, чтобы жилища были как храм Божий, ибо у первых христиан не было во всей вселенной ни одного храма, но ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя. Нам есть за что славить. Милый спою к нам Христе Божий наш. Аллилуйя. Упокою Господи в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, родителей, родников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш. Слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебя, наш Бог и Его, Авва, Отче. Свет, свет, свят Господь Савао, вся земля полна славы и Аллилуйя. Слава, вышли Богу на земле, мир, человека, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне святое Библию и указал на толкование святых отовы каноны церкви, как на истину. Аллилуйя и вечности вознай милостями всем, кто трудился над моей душой возрастаниями к Тебе, Марию, Степану, Александру, Михаилу и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа, Бога Насла, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви, отчего же они славят Господи. Господи, вознай милости Твоим всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия, Виктора Николая, Благословия Павла, Зинаиду Владимира, Демитрия, Надежда Милу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире Тимуру, выстеку до истинно Христову веру, дабы не верил же пророкам. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинь не смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу помытарством страшным и непонятным и введев навеки вечно Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя! Ян Креститель, притеча Христом о мне Бога о нас. Господи, научи на жителей бедности, имея пропитание, одежда, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся в нашей помощи. Господи, даруй каждому доброе жилье. Аллилуйя! И добрых соседей, чтобы они в чем не вредили нам. И ты слышишь молитвы. Слава тебе! Святитель Христов Николай, энергетический чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастер, словесный ховец. Моли Бога о нас и о живности нашей, через которые Господь облегчает наше пребывание на этой земле и доли печали. Молите Бога на святые пророки Божии. Илья и Лихей, Иох Моисей, Самуил Аарон, Ио, Али, Ной, Иосиф Патриархи, Едраниеме, Амос Наум, Исаия и Еремиля, Варух и Зекииль, Осия и Аиль, Агель, Сафонин, Захадия и Малахия, Давид на Пан, Данил Отраке, пророк Лихей, Авраам и Саакия, Афа. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застанут с неготовыми, но чтобы мы вышли на встречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы и архангелы, Турубимы и Серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петры и Павел, Евангелисты Матфея, Марк, Лука, Иоанн, да даром Господь нам жаждет исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Политарм, Смирский, Усильки Лосов, Космай, Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон Мусин, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста ночевой или правую руку. И благослови, взятых из домов, отправленных на фронт, и по их воле, саделая их истинными святелями, капитан, каждому дару истинное духовное рождение и защитивая их от тех, которые пытаются навязать им оружие в руки. Да не будет этого, дабы они не сквернили себя чужой кровью. Благослови, Господи, Никиту, Александра, Максима. И мы поминаем находящийся в узах, все освободил Илью, ты услышал молитвы. О, Боже наш, как ты велик! Эту радость нельзя выразить словами. Ты позволил мне это в жизни испытать. Ничего дороже свободы, кажется, и нет на земле. Помоги Илье этому быть настоящим христианином. И в чем виновен, Господи, даже близко не допусти к этому греху никогда. Благослови, томящийся в узах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах, монаха Сергея, Владислава, бара и неведомых нам страдальцев, пытаемых и убиваемых по всему лицу земли в мусульманских странах. О чем пишут и сообщают, а мы живем все еще мирно, но все это кончится внезапно. Господи, найди отступников Александра, Николая, Юлия, Евгения, Тамару, ты всех их знаешь, Господи, помоги им смириться и вернуться в Святую Православную Церковь. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Прямсирин, Антоний, Макарий, Феодосий, Корнили, Сергий Радонский, Стефантенский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Анкранштадтский, Аншантальский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет, Ираин Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь нас в святой православной вере, а замысл еретиков с сектантом Господи разрушу, развею, и что-то превратил. Ни один еретик не может выйти в царствие Божие, ибо церковь это корабль, это твоя невеста, как говорит нам Святая Библия. Аллилуйя! Благослови Виталия, Никиту, Николая, дай им желание трудиться в пути и рельца добывая свой хлеб. Более всего интересоваться своей душой, ибо Слово Божие говорит, исследуйте самих себя, верили вы. Все соблазны, все новости мира никогда не соберешь и не сразу определишь, что полезно для нас. Защити нас, Владыка, от излишней любознательности. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина Семарина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матери Ксапии, Наталья Адриана, Варвара, Екатерина, Перепетули, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Трискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина, надо даровать Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохранивши от всяческого поругания и насилия. Исправь не покорилась Галина и Семейство Евгения, Надежда, Людмила, Виктория, Иоанна. И прими, Господи, наши молитвы, сделания рук, как жертву вечерней благоухания, и приятная перед престолом благодати Твоей, Божия, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И молимся о незаповедавших. Отверзим двери примирения с Тобою, ибо за гробом нет покаяния. Положи это на сердце всем, которые откладывают покаяние здесь на земле. Благослови брата Акима путешествующего. Тебе Божья хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Твои голос Твой. Аминь. Доброе утро всем и мир всем. Сегодня список повысил уже. Кто едет по Теряевку? 20 человек. И как не знали друг друга одинаково. 10 женский пол и 10 мужской. Ну, что вы там по Теряевске знали это? Там призовите. Вы знаете, где у нас гостиницы. Все приготовить. Не только рядом которые Павлов и себя дома, где Владимир Пащенко. Ну, и на всякий случай там по Тополям и Саманной. Посмотрите. потому что еще время больше месяца до крещения. Могут быть новые люди. Есть те, которым отказали заранее. Мы не знаем, как будет. Но так вот Господь дает новые люди знакомство, оглашение и идет с ними работа. после моления. Моления это не одна молитва. У нас считается новый завет с толкованием блаженного хафилакта. И это делают наши две любезные сестры Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Сейчас мы им предложим это начать считать. Я еще раз напоминаю, что у нас четырехтомник уже находится в типографии. Но внезапно найдены были новые у меня стихи. Пришлось задержать. Все это Вячеслав делает. Добавить там сколько надо. И получилось 882 страницы было, а четвертый том 902 страницы. 900. И учитывая, что 96 страниц цветных фотографий и получается том на тысячу страниц. Думали хотя бы 200, 250 и наконец вовремя нам прислали средства даже из Америки сестра такая и заказали 500 экземпляров. Было бы больше, сделали больше. Это 500-то ну совсем же мало, 500-то надо на 4 книги умножать их 4. Это уже 2000 томов, поэтому дорого. И вот вчера мы сколько целый день. Что нам необходимо еще? Вот «Ты православие» это очень популярная книга, но за это время мы еще нашли материалы, которые нужно осветить. Вчера целый день там противосектантские работали, Вячеслав там еще буквально дал задание. Вот. И думаем, что увеличится может быть там 440 страниц было, страниц на 150 или того больше. Вот памятная, которую у нее там выставляли, хорошая, мы все время обсуждаем, и я еще сам не знаю, сколько добавка, добавка очень серьезная. За это время какие были вопросы, и как надо их расширить, и воины осенецки, что говорил архиепископ Лука, он этих обливанцев ни во что ставил. Обманутые люди, больше ничего нет, укрещения не было. А уж про деньги говорить, не надо деньги платил Симония, это проклятие. И вместо омытия получается осквернение, как Киприан Карпагенский говорил. Нам нужна молитва. помощь. Мы практически все, что задумано было, я тороплюсь. Тут обещают спонсор, может быть, продукты привезти, пока нету. 10 июня я уезжаю. Ну и в этот же день у меня день рождения. Будет 84 уже года. Каждый день ходим под мост, молимся, чтобы Господь сохранил. 3 километра обойти надо. Каждый день механический я никакие лекарства не принимаю, колени. Главное, колени. Там еще что-то. Сплю хорошо, ем хорошо. То есть перешел на двухразовое и где-то недели две без хлеба. тут Елена Гладыщук, шеф подержит надо мной, что нужно. И все перешло на зелень. Ну что там покупают. Я делюсь с вами как с родными и близкими. Если Господу угодно, значит доживу до отъезда, а нет, поприще окончено. Итак, бегите, чтобы получить. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием Блаженного Феофилакта. Дарую, разумеет, написанное исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Послание апостола Павла к евреям, 10 глава с 1 стиха. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Толкование. То есть, будучи образом грядущих благ Нового Завета, которые Христос дарует принявшим этот Завет, а не самый образ вещей, то есть, не самую истину. Каких же вещей нашей жертвы отпущения грехов? Ибо ветхозаветные вещи, будучи неясными, уподоблялись теневому очертанию новозаветные же подобны изображению, то есть, истине, так как они являются в блеске и совершенстве. Так объясняет святой Иоанн Златоуст. Небесполезно же принять к сведению и то, что дает понять в этом месте Григорий Богослов. И в других словах, но особенно ясно в слове на Пасху. Он говорит, законная Пасха, решительно утверждаю, была образом, темнее образа. Таким образом дает понять, что тенью у апостола называется закон, образом же, совершаемый ныне в церкви, как отражение других, более совершенных благ, которые получат в удел достойные в будущем веке. Они-то у апостола называются теперь вещами. Посему, как изображение чем-нибудь отличается от первообразной вещи, так и нынешнее таинство отличается от более совершенных вещей будущего века. И настолько очертание уступает образу, настолько и закон уступает новому завету. Смысл этого места таков. Если бы жертвы законные имели силу, то их не приносили бы всегда. Однажды принесенные и оказавшие пользу, они прекратились бы. Но так как их приносили каждый год постоянно, то ясно, что они не имели силы усовершить. И потому после первой жертвы приносили вторую, а затем еще третью. Подобно тому, как и между лекарствами, действительны те, кои будучи употреблены однажды, излечивают. Те же, которые часто употребляются, тем самым показывают свое бессилие. Но спрашивается что же? А мы разве непрестанно приносим бескровные жертвы? Конечно, всегда, но мы совершаем воспоминания о смерти Христовой, и эта жертва одна, а не много их, так как однажды была принесена. Мы постоянно приносим одного и того же ангца, а лучше совершаем воспоминания о том приношении, как бы ныне совершаемом. Следовательно, жертва одна. Что же касается того, что жертва приносится во многих местах, то не много ли Христов? Нет. Один везде и полный там, и здесь полный одно тело его. И как приносимый во многих местах он есть одно тело, а не много тел, так и жертва одна, ибо мы приносим ту жертву, которая тогда была принесена. Там же агнец, принесенный вчера, был другим сравнительно сегодняшним. И нынешний агнец приносился не для воспоминания вчерашним, но как сам по себе представляющий жертву. Итак, в каком смысле апостол говорит теми же жертвами? Жертвы были теми же, поскольку приносились одни и те же виды жертв, как, например, сегодня агнец и завтра агнец, но они были различны по числу. Некоторые же говорили, что жертвы были теми же по способу приношения, то есть совершались через заклание или всесожжение, по виду же различны, каковы овцы, буки, горлицы, голуби. Закон, имея тень будущих благ, никогда не может сделать совершенными приходящих. И действительно, сообразуясь с грамматической точностью, необходимо Писание сохранять так, чтобы в нем не вышло погрешности. А так как в Писании нет ни одного слова о правилах речи, то мы и будем понимать это место так, как содержат списки. Именно никогда не могут очевидно приносящие приступающих сделать совершенными. Второй стих. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Толкование. Читай в вопросительной форме. Если бы, говорит, прекратились грехи, то разве не прекратились бы и самые приношения, так как нуждающиеся в их помощи получили бы ее в достаточной степени и не имели бы никакого сознания грехов. Вопросительный знак. То есть ничто уже более из осознанного имени требовало бы врачевания в силу того, что однажды очищено является излеченным. Третий стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Толкование. Жертвы, говорит, ничего другого не производят, как только воспоминания грехов, то есть обличения. Они не доставляют прощения грехов, но тем, что их всегда приносят, показывают, что грехи народа остаются неотпущенными. Ибо если бы грехи были отпущены, то что за нужда была бы в жертвах? Сказав «Напоминается, он дал тебе понять, что жертвы совершались не ради последующих грехов, но и ради предшествующих, как очевидно неотпущенных. Ибо ежегодно, как говорится, за народ приносилась кровь тельцов. Посему так, как грехи были одни и те же, то и жертва приносилась та же самая. Однако нигде последующие грехи не были одними и теми же спутешествующими. Неясно ли, что прежние грехи оставались неразрешенными, и потому всегда приносилась одна и та же жертва. Подобно тому, как одно и то же лекарство, будучи всегда употребляемого, показывает, что одна и та же болезнь всегда мучит больного». Четвертый стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Толкование еще более дает сильной свою речь указанием на ничтожество приносимых жертв и на силу болезни, подобно тому, как если бы кто опытный во врачебном искусстве видя, что больному проказы предлагают траву, называемую меркуриальной, сказал, «Невозможно исцелить проказу меркуриальной травой, пролеской». Пятый стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Толкование. «Христос, входя в мир во плоти, говорит устами Давида, цель у апостола здесь такова, так как он показал, что жертвы бессильны и бесполезны, то чтобы кто-нибудь не сказал ему, зачем же иудеи еще совершают их, ибо тогда еще стоял у них в храм и все законное исполнялось, почему же они не прекратились? То теперь, раскрывая это и говорит, что хотя жертвы по воле Божией и прекратились, но иудеи, склонные к честолюбию и всегда противящиеся Духу Святому, еще придерживались их. Показывает и то, что они были отвергнуты Богом пред воплощением Господа. И заметь, апостол на это обращает здесь внимание, ибо не сказал вошедший, но входя в мир, чтобы показать, что и прежде, чем вошел, возненавидел их жертвы, очевидно установленные законом, приношение же здесь обозначает нечто отличное от жертвы, и я думаю, что этим именно обозначаются бескровные жертвы. Но тело уготовал мне Псалом 39.6, то есть ты определил, чтобы тело мое сделалось всесовершеннейшей жертвой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси, Христос. Во славу Божью. Аллилуйя. Никого нет, откажу. С Богом, храни Господь. С Богом. Аминь. Спасибо, Господь. Аминь.